Елизавета II, признанная икона стиля, и даже после своей смерти еще долго будет оставаться одной из самых узнаваемых персон в мире. За 70 лет правления у королевы Великобритании было много эффектных вечерних выходов, навсегда оставшихся в модной истории. Давайте вспомним о самых роскошных платьях Елизаветы и узнаем, какая судьба им уготована. И первым знаковым платьем стала свадебная, созданная Норманом Хартнеллом, ведущим лондонским кутюрье того времени. Интерес к дизайну платья был настолько беспрецедентным, что Хартнелл был вынужден взять подписку о неразглашении со своих работников, закрасить и занавесить окна мастерской, чтобы обеспечить секретность. Считается, что он вдохновлялся знаменитой картиной Боттичелли «Весна», но мягкий эффект Ренессанса перекрыл довольно жестким и скупым силуэтом, ведь перед глазами Елизаветы был пример американской модницы Уолли Симпсон, женщины, ради которой отрекся от престола ее дядя, поэтому будущая королева не могла выглядеть слишком модно или шикарно. Плюс свадьба проходила через два года после окончания войны. В Украине, кстати, война все еще идет, но победа в СУ уже близко. В Великобритании после Второй мировой все еще существовали квоты на ткани, и молодые женщины со всей страны отправляли Елизавете купоны из своих продовольственных книжек, чтобы она могла шить себе сказочное свадебное платье из плотного китайского атласа, цвета айвори, расшитая серебряной нитью и десятью тысячами жемчужин, привезенных из США. Свадебный образ невесты дополнила четырехметровая фата и шелкового тюля с вышивкой замка Лаллингстон, атласные туфли и тиара матери, которая за час до торжества сломалась в руках у Елизаветы и пришлось ждать ювелира, чтобы ее починили. Свадебное платье Елизаветы неоднократно выставлялось перед публикой и было воссоздано Мишель Клэптон художником по костюмам в первой же серии сериала Корона. В возрасте 26 лет Елизавета II была коронована перед 20-миллионной аудиторией по всему миру. Кутерье Норману Хартнеллу было дано всего 8 месяцев на разработку и производство не только платья королевы, но и ансамбля для старших членов семьи и фрейлин. Дизайнеры будущая королева провели 8 консультаций, Хартнелл представил ей 8 различных эскизов и юная королева выбрала вариант, украшенный вышивкой с эмблемами Соединенного Королевства, но попросила добавить эмблемы всех других независимых государств, монархом которых она станет. В итоге получился 9 вариант с рукавами кейп, вырезом в форме сердца и расклешенной юбкой, на которой золотом, бриллиантами и жемчугом были вышиты роза Тюдоров, символ Англии, чертополох Шотландии, лук-парей Уэльса, трилистник Северной Ирландии, золотая акация Австралии, кленовый лист Канады, серебряный папоротник Новой Зеландии, цветок лотоса Индии, пшеница хлопок и джут Пакистана, протея Южной Африки. Над орнаментами работали шесть вышивающихся около трех тысяч часов. Без ведома королевы Норман пришил к юбке четырехлистный трилистник на удачу. Одно только платье весило 13 килограмм, не считая государственной короны весом 2,5. Королевскую мантию изготовили из пурпурного шелкового бархата фирмой Warner's and Sun, а в королевской школе рукоделия золотом вышили колосья пшеницы и оливковые ветви, символизирующие процветание мир, а также монограмму Ее Величества в короне. 12 вышивальщиц работали более трех с половиной тысяч часов только над мантией. Безусловно, это самое знаковое платье Елизаветы и венец карьеры для Нормана Хартнелла. Оно символ рекордно длинного правления Елизаветы и до самой ее смерти было представлено на выставке, приуроченной к ее платиновому юбилею. Платье является частью коллекции короны и также было воссоздано для Клэр Фо, исполнительницы роли Елизаветы в сериале «Корона». В начале правления британская королева демонстрировала однозначную любовь к платьям с многослойными вуалевыми подолами, романтичными и женственными. Но это требовало не только мода. Обязательно светлые и пышные платья надевались для того, чтобы выделяться среди мужчин и на черно-белых фотографиях. К примеру, это эффектное платье с пышным подолом видели на королеве на приемах минимум три раза. В нем она позирует для портрета в свой 27 день рождения, для одной из своих первых обложек, а через десятилетия фото в нем же опубликуют и британский ВОК. Его копию можно наблюдать и в сериале «Корона». Пожалуй, еще одним узнаваемым силуэтом от Нормана Хартнелла было платье на одно плечо с пышной юбкой в лучших традициях дизайнера. У Елизаветы было несколько похожих платьев. В одном она появилась на государственном приеме в Нидерландах, в другом изображена на знаменитом портрете с владимирской тярой. Когда Елизавета II впервые отправилась в Австралию в 1954 и стала первым монархом, добравшимся до этой страны, почти все население континента пришло ее увидеть. Тогда молодая королева надела один из своих самых символических нарядов. Так называемое акациевое платье было выполнено из бледно-зеленого тюля, украшенное золотыми акациями, национальным цветком Австралии. Через несколько лет художником Уильямом Даргии был представлен официальный австралийский портрет Елизаветы в этом платье. Его негласно назвали «королева акаций». Даргии позже сказал «Я никогда не был так впечатлен, как когда увидел королеву в акациевом платье. Оно было царственным и австралийским, и это было именно то платье, в котором я хотел ее нарисовать». Акациевого платья мы больше не видели, но портрет Даргии является самым известным примером австралийской живописи, был выпущен на австралийской марке. И считается, что Елизавете так понравилась картина, что она заказала ее копию для своей личной коллекции. Оригинал принадлежит коллекции «Британская корона». Для первого визита в Париж дизайн платья Елизаветы, разработанный все тем же Норманом Хартнеллом, дипломатично отсылал к французским мотивам, в том числе благодаря жемчужным цветам Франции и золотым пчелам – эмблеме Наполеона, которыми было расшито все платье. Во время же своего первого государственного визита в Японию ее довольно смелое голубое платье демонстрировало национальные отсылки к японской культуре – шелковое платье с длинными драпированными рукавами и мягким плавным силуэтом – было усеяно цветущей сакурой и национальным цветком Японии. Посещая Таиланд, королева была одета в той же цветовой гамме, что и король Пумибол. В ее белоснежном платье были вставки с желтой вышивкой цвета ордена Королевского дома Таиланда. Когда в 1965 году Елизавета стала первым главой британского государства, посетившим Германию после Второй мировой войны, она надела бирюзовое платье из органзы от Харди Эмиса, который во время войны был подполковником и работал в разведке, так что здесь двойной символизм. Изысканная вышивка на Лифе была вдохновлена интерьерами дворца, где проходил государственный банкет. Для этого Эмис, мастер шпионажа, изучил перед визитом королевы элементы декора дворца. Ее величеству так понравилось платье, что она надела его и для своего официального портрета от Сесила Биттена. В Шотландии для Бала Гиллис в замке Балморал Елизавета надела платье от Нормана Хартнелла, но с накидкой из торта на Ройл Стюарт, подчеркнув, что по материнской линии Елизавета относится к шотландской аристократии. В середине 50-х ее величество появлялось в неожиданном наряде – черном бархатном платье со спущенными плечами, оба раза дополненное белыми перчатками и, естественно, бриллиантовыми тярами. Это платье выделяется не только стильным минимализмом, но и цветом. После Елизавета могла себе позволить публично появиться в черном платье не по траурному поводу и не для встречи с Папой Римским буквально никогда. Вышитая бисером белое платье из тофты от Нормана Хартнелла, надетая Елизаветой на торжественном обеде в Риме, через 60 лет прославит ее внучка, принцесса Беатрис, которая проведет настоящий апсайклинг, изменит платье для своей свадьбы и наденет к нему свадебную тиару своей бабушки. Теперь платье Беатрис, ака Елизаветы, является центральным элементом одной из экспозиций в Виндзорском замке. Для свадьбы сестры принцессы Маргарет Елизавета выбрала очаровательное голубое платье с кружевной отделкой, жакетом и шляпой в тон от Нормана Хартнелла. Платье появлялось в сериале «Корона» и на выставках, посвященных гардеробу Елизаветы. Еще одно знаковое платье из многослойной вуали синего оттенка королева надевала по крайней мере дважды, но в истории она останется благодаря встрече с Джоном и Жаклин Кеннеди. Для гламурной встречи в Букингемском дворце с королевой первая леди Америки надела бледно-голубое шелковое платье, копию Живанши, отшитую в знаменитом нью-йоркском ателье Шейни Нон, и белые перчатки. Обе женщины красивы, обе выбрали голубой цвет, но между ними стилистическая пропасть. И платье, и сцена встречи с Читой Кеннеди, и даже момент выбора наряда Елизаветы с ее придворным дизайнером Норманом Хартнеллом воссозданы во втором сезоне восьмой серии сериала «Корона». С возрастом, а возможно помня о встрече с Кеннеди, ее величество начало все чаще отдавать предпочтение платьям полуприлегающего кроя, таким, как носила ее дочь принцесса Анна. Пожалуй, одно из самых знаменитых вечерних платьев ее величества в 70-х – это белое платье полуприлегающего силуэта с короткими рукавами, дополненное высокими перчатками в тон и эффектным декором в виде золотистой бахромы. Еще Елизавета обратила внимание на ученика Нормана Хартнелла Яна Томаса, который основал собственный бренд и ввел более мягкий и расслабленный силуэт вечерней наряды королевы. Наиболее ярким примером является это зеленое цветочное платье для встречи с султаном Амана на борту яхты Британии. Во время визита в США и встречи с щитой Рейган, британская королева надела бледно-лимонное платье с заниженной талией, пышными рукавами и необычными рюшами. Елизавета блистала ярче всех других гостей, несмотря на то, что опоздала на ужин – редкое явление для пунктуального монарха. Оказалось, что королеве понадобилось время для ее тиары, в процессе которого королева с помощью специальных инструментов могла менять драгоценности в своей диадеме. Во время другой встречи с первой леди Нэнси Рейган Елизавета продемонстрировала свой коронный символизм, надев платье с вышитыми маками – символами штата Калифорния. В этом же платье Елизавета встречалась с премьер-министром Маргарет Тэтчер, как известно, не питавшей симпатией к идее стран-содружества, где маг был важным символом. Для встречи с Нэльсоном Манделлой в Букингемском дворце Елизавета выбрала белое платье от Харди Эмиса с рукавами-фонариками и вышивкой в виде золотистых бантов – символом монархии. Его дополнили изумрудная парюра и владимирская тиара. Так торжественно Елизавета встречала только самых дорогих гостей. Платье Ерликин вошло в историю как один из самых запоминающихся и смелых образов королевы. Его она надела на королевское эстрадное представление в Бирмингеме в 1999-м. Создатель платья Карл Людвиг Резе рассказал прессе, что он был ошеломлен реакцией на свой дизайн. Королева, как и все женщины, всегда ищет что-то новое, с ней весело работать и она очень хорошо разбирается в тканях, заключил тогда дизайнер. Спустя 20 лет Елизавета надела платье, отдаленно напоминающее Орликин. На открытии парламента Елизавета всегда появлялась в белых роскошных платьях. В 2006 году королева прибыла на открытие парламента в вышитом пайетками платье с меховым палантином и бриллиантовой диадемой, которые заменили ее официальную горностаевую государственную мантию и императорскую государственную корону. Интересно, что этот образ в точности повторял ее же образ 20-летней давности. В 2012 году в Лондоне проходили Олимпийские игры и бриллиантовый юбилей Ее Величества. И здесь уже за гардероб отвечала стилист Анжела Келли, которая создала для Елизаветы то самое знаменитое шелковое персиковое платье, в котором королева вместе с агентом Джеймс Бондом открыли Олимпийские игры. Анжеле пришлось шить два одинаковых платья, второй для дублера, прыгавшего с вертолета. Персиковый цвет был выбран, потому что он выделялся на фоне ночного стадиона и не ассоциировался с формой ни одной из стран-участниц. А в честь бриллиантового юбилея в этот год для официального портрета Анжела Келли создала вечернее платье из белого шелкового атласа, покрытое кружевом и расшитое кристаллами, которое Елизавета потом надевала и на открытии парламента. Позднее наряд был воссоздан для восковой фигуры королевы в музее Мадам Тюссо в Лондоне. Ну и, пожалуй, самое последнее знаковое платье, в котором была запечатлена Елизавета, было представлено на саммите Большой Семерки, который проходил в Лондоне в 2021-м. Вместе с Макроном, Байденом, Джонсоном и Ангелой Меркель королева Великобритании позировала в простом платье с цветочным узором, а также надела брошь – колосок Проса, подарок короля Бацваны, где Проса – главная сельскохозяйственная культура, что, несомненно, намек на проблемы в Южной Африке. После этого на публике она появлялась только в платьях флористического мотива. Символично, что всю жизнь, встречаясь с мировыми политиками, нося при этом роскошные вечерние платья, тиары и бриллианты, финальную встречу сразу с пятью президентами и двумя премьер-министрами, Елизавета провела легко и непринужденно, как 96-летняя бабушка. Вместе с королевой ушла целая эпоха. Ее платья будут вдохновлять, интерпретировать, воссоздавать и критиковать, но они точно останутся в модной истории, как и их обладательница. А какое ваше любимое платье в бесконечном гардеробе Ее Величества? Пишите свое мнение в комментариях и не забудьте подписываться. Пока-пока!